Это последнее служение Международного пророческого саммита в Международном центре Омега, Кливленд, Теннесси. И на последнее служение я оставил послание под названием «Я видел грядущие атаки сатаны. Командный пункт тьмы». В продолжении этого послания я поделюсь с вами личными историями. Какие-то из них вы слышали, а другие нет. А начать я хочу с трех конкретных пунктов. Библия говорит нам, что Иисус сказал, что врата ада не одолеют церковь. Врата ада — это фраза, которая говорит о стратегиях сатаны. Матфея 16, 18. «Они не одолеют». Там не сказано, что они не будут атаковать церковь. Будут, но не одолеют. Во-вторых, в Библии говорится, чтобы мы не были в неведении относительно умыслов сатаны. Слово «умыслы» на греческом говорит о разуме, о том, что происходит в разуме врага. Мы не должны быть в неведении о том, что он задумал, перед тем, как он попытается реализовать это. Надеюсь, что в этом послании мы сможем раскрыть замысел врага и помочь вам понять кое-что. Надеюсь, мне удастся рассмотреть все это сегодня за то время, что есть у нас. Наше главное местописание — Захарии 3.1. Вот что там сказано. «И показал он мне Иисуса, великого Иерея, стоящего перед ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане, «Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим. Не головня ли он? Исторгнутая из огня. Духовная война. Я слышал о ней с того времени, как начал проповедовать. Но многие не понимают, что такое духовная война на самом деле. Например, многие считают духовной войной следующее. «Меня обидели в церкви, и я расстроился. Это не духовная война. Это проблема с вашим отношением. Они не признали меня и мой дар. Я пророк или пророчица. А они не дают мне выходить вперед и пророчествовать. Не дают. И более 90% людей, которые говорят об этом, никогда не выйдут у меня вперед, чтобы пророчествовать. Они постоянно ошибаются. Я не говорю, что это касается всех. Но когда вы сами называете себя кем-то, вы сами трубите о себе. Если у вас есть дар, вам не придется рассказывать другим, кто вы. Они и так увидят, кто вы. Я хотел сказать об этом, если вы не против. Мы также знаем, что война — это не когда вы теряете контроль. Вам нужно научиться дисциплинировать свою плоть, контролировать свой нрав. Что такое война? Я приведу вам примеры настоящей духовной войны. Духовная война — это когда вы живете в стране, где за вами постоянно следят и гонят за то, что вы христианин. Вас могут арестовать, посадить в тюрьму и даже пытать. И есть одна страна, в которой живет больше миллиарда людей, и которая регулярно делает это с христианами и пасторами. Настоящая духовная война — это когда вы живете в стране, где царит идолопоклонство, демонические проявления. Вы постоянно живете под облаком гнета из-за демонических проявлений людей, связанных с идолопоклонством. Настоящая духовная война — это когда люди придумывают полуправду или ложь, чтобы уничтожить вашу репутацию, и вы ничего не можете поделать с этим. Настоящая сатанинская деятельность — это то, о чем Павел говорит во 2 Коринфянам 12. У него было жало во плоти. Посланник сатаны — жало во плоти. Посланник на греческом говорит об ангеле. Удручать — значит наносить один удар за другим. Это похоже на то, когда двое боксируют. Один наносит удар сбоку в голову другому, и тот падает. Вы видели такое на боксерских поединках? И как только он поднимается, то получает новый удар и падает. Павел перечисляет 22 вещи во 2 Коринфянам 11, через которые он прошел, и которые имели демоническую природу, но являлись через людей, следующих демоническим духом. Они говорили им на ухо, арестуй его, побей его, убей его, ударь его плетью, избавься от него. Вот как эти духи работали через людей. Начальство работает через личности. Демоны работают через людей. Вот что такое настоящая духовная война. Некоторые из вас прошли через следующую ситуацию. У вас был близкий человек. Вы были в браке с ним всю свою жизнь. И тут он внезапно подхватывает вирус и умирает. Абсолютно неожиданно. И в вашем сердце возникает вопрос. Почему это случилось? Это настоящая духовная война. Мы видим, что корнем духовной войны является дух. Тело, душа и дух. Вот для чего задумывалась эта война. Есть духовный мир, в котором живут ангелы и демоны, Бог и сатана, Дух Святой и демонические силы. Мы оказались между этими мирами, между небесами и адом, между хорошими и плохими, между светом и тьмой. Духовная война – это когда сатана делает что-то, что влияет на ваш дух. Ваш дух может стать беспокойным, и вы не сможете спать. Ваш дух может замереть. Ваш дух может скорбеть. Лот скорбел из-за нечестивых разговоров. Этот праведный человек, который жил среди нечестивых, страдал в душе. Как говорит Петр, это духовное страдание. Когда мы видим, как в Америке принимают решения, которые противоречат Библии и приведут к суду, то скажите, что вы чувствуете? Вы чувствуете скорбь в духе. Война призвана повлиять на вас внутри. Ведь то, что происходит внутри вас, будет влиять на вас психически, на ваши эмоции и на все сферы вашей жизни, пока вы не зациклитесь на войне в такой мере, что не сможете спать, отдыхать, есть. Вы теряете аппетит. Кто-то из вас переживал нечто подобное в своей жизни? Поднимите руку, если переживали подобное. Это настоящая духовная война. Я начал сталкиваться с настоящей духовной войной в 18 лет. Я начал поститься. Это было в июле, после моего дня рождения. Я закончил школу и начал проводить пробуждения, проповедовать. Я помню, что в это время произошло нечто странное. Я не буду вдаваться в подробности. Я начал слышать голоса среди ночи. Это были явные голоса. Они будили меня, но я не видел их. Это происходило раз в три ночи, раз в четыре, и не имело значения, был ли я дома или в другом месте. А потом я начал ощущать присутствие и слышать голоса. А через несколько месяцев я начал видеть существа. Я не видел их лиц. В мантиях, в темных мантиях, некоторые из них были низкими, а другие высокими. На них были капюшоны, которые закрывали их лица. Я видел лишь тьму под капюшоном. Они являлись мне два-три раза. Это длилось шесть месяцев, пока Бог не открыл мне силой Духа Святого, как победить их через Слово. Господь дал мне это Слово. Я никогда не забуду, как 31 декабря и 1 января я пережил последнее явление демонической силы. Мой Дух закричал, нет, не разум, а Дух. И Господь сказал мне на это ухо. Он всегда говорит мне в это ухо. Он сказал, «Сын, пока ты жив, сатана будет использовать то, что ты ощущаешь, видишь и слышишь против себя. В такие моменты ты должен стоять на том, что не меняется. На Слове Моем». И тогда я начал изучать Библию по 8 часов в день. Если я был в поездке, то не спал до 3 утра, изучая Слово. И чем больше я углублялся в Слово, тем больше я осознавал, что Иисус использовал Слово, цитировал Его вслух, когда враг выступал против Него. Я знал, что для того, чтобы справиться с этим, и я не знал, сколько это будет длиться. Мне нужно знать, что говорит Библия. Библия говорит в Евреям 4.12. «Ибо Слово Божье живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». И за 46 лет служения я часто спрашивал себя, «Что побуждает царство тьмы вмешиваться в жизнь человека? Что заставляет демонические силы выбрать целью по местную церковь, собрание, мега-церковь или всемирное служение?» У меня есть 4 ответа на то, почему сатана выбирает целью одну церковь, а другую, как кажется со стороны, не трогает. Почему он нападает на одного человека, а другого оставляет в покое? Вот первая причина. Враг хорошо знает ситуацию. Он — дух. А ангелы — духи, начальства, власти и мироправители тьмы — духи. Он знает об ангельской деятельности. Когда Даниил молился об откровении от Бога и не мог получить его, он постился 21 день. И на 21 день поста Бог послал к нему Гавриила, который сказал, «Михаилу-архангелу пришлось освобождать меня от князя Персидского, который связал меня над Вавилоном. Бог услышал твою молитву в первый день. На второй день молитвы он послал меня, но демонический дух остановил меня». Иными словами, когда этот ангел начал двигаться, сатана заметил это. И когда он заметил его, то велел другому духу удержать его, как сказано на иврите. Это означает «сдержать», «помешать». Он пытался удержать ангела Божьего. Мы с вами не можем видеть ангелов. Но если в какой-то стране происходит ангельская деятельность, то сатана знает о том, что Бог делает что-то через ангелов. Кроме того, сатана выступает против людей, потому что оценивает угрозу. Он похож на военного генерала, который видит врага и говорит, «Здесь у них танки, а там ракеты. Но тут у них пустое место. Давайте попробуем обойти их там». У сатаны есть ангелы, которые оценивают угрозу. Иными словами, они смотрят на что-то и говорят, «Это может стать угрозой». В 1990 году мы с Чарли поехали в Румынию. Это было после развала СССР. Я получил два слова в двух разных местах, в двух разных церквях. Не забывайте, что тогда не было интернета или айфонов, чтобы поговорить друг с другом, как мы говорим сейчас. Тогда были стационарные телефоны, а не то, что сейчас. Я проповедовал послание о начальствах. Женщина в темной одежде, она не говорила по-английски. Когда я говорю «в темной одежде», то имею в виду православную черную одежду с шапочкой на голове. Понимаете? Было видно, что она консервативная христианка. В этом нет ничего плохого. Она подошла к моему переводчику и сказала, «У меня есть слово для этого человека». Она начала рассказывать мне, что мои проповеди в Америке разрушают тверды небеса. Она сказала, что есть князь, который запомнил мое имя, и что он нападет на меня. Знаете, как я отреагировал на это? Я не сказал «слава Богу», «аллилуйя», «какое чудесное слово». Я сел в машину и поехал проповедовать в другую церковь. И там ко мне тоже подошла женщина и поделилась с тем же пророчеством. Я сел в машину и сказал, «А можно услышать что-то хорошее?» Правда, это как у моего отца. Кто знал моего отца? Он так был углублен в пророческом служении, что это пугало. Он видел грех, когда видел человека. Вот почему в подростковые годы я не мог грешить. Я не шучу. Он приходил ко мне и говорил, «Перри, мне нужно поговорить с тобой». Я видел сон. Боже мой. Я говорил внутри. Боже, нет. Он видел сны. И говорил, «Я видел сон». И он рассказывал мне свой странный сон. А внутри я понимал, о чем он говорил. «Не знаю, о чем это ты, пап. Не понимаю». Хорошо, что Дух Святой не погубил меня за то, что я лгал пророку. Понимаете? Это помогло мне идти в верном направлении. Я знал, что мой отец видел вещи. Он видел людей в церкви. И говорил мне, «Видишь того мужчину? Вот его проблема. Видишь ту женщину? Вот ее проблема». Он видел проблемы в членах церкви. И поэтому к нему на служение не приходило больше сотни человек. Они боялись приходить туда. Люди говорят, «Мы хотим дары. Мы хотим дары». Да, вы хотите дары, пока Бог не начнет раскрывать ваши проблемы. Стало очень тихо. Ведь когда вы оказываетесь под настоящим пророческим помазанием, это страшно. Мы с Чарли ездили слушать Флойда Лохана. Кто из вас знает его? Флойд Лохан вызвал трех человек из церкви моей жены и сказал, когда они умрут, если не покаются. И все они умерли. Это были не шутки. Он мог взять Библию, махнуть ею, и все собрание падало. Это было страшно. Мы сидели, а Лохан ходил мимо нас. Надеюсь, он смотрит нас. И когда он проходил мимо нас, мы думали, только бы он не посмотрел, только бы он не посмотрел. Чарли знает, что это правда. Только бы он не посмотрел. Вот он идет. Нужно молиться. Мы жили правильно. Мы не боялись, что он раскроет что-то в нас. Просто в нем была такая сила помазания, что она пугала. Я хочу рассказать вам кое-что. Мы проводим евангелизацию через линзу камеры. Я не могу назвать страну, где мы делаем это. Они ставят там экраны, и мы проповедуем. Служители, которые находятся там, говорят, что 80 тысяч человек пришло к Господу. Аминь. Давайте прославим Господа за это. Но я хочу спросить вас. Вы считаете, что князь над той страной скажет, «Не трогайте Перри Стоуна!» Вы думаете, он позволит мне и дальше делать это? Когда люди оказываются под атакой, то большинство в теле Христовом не знает, как справиться с этим. Они не понимают силу и влияние церкви и служения на мир. А я слышал то-то и то-то. Они занимаются этим вместо того, чтобы сказать, «Нам нужно молиться», чтобы остановить силы тьмы, связать их и попросить Бога отправить ангелов к нам. Вот о чем мы должны молиться. Почему? Потому что это оценка угрозы. Проповедуй, да. Кроме того, я заметил еще одну вещь на примере других служителей. Это то, что сатана выбирает в качестве своей цели. И я видел, через что они проходили. Сатана делает целью то откровение, в котором ходят люди. Он делает целью мужей и жен Божьих, которые получают откровение и учатся слышать Бога. Почему? Вот что говорит Павел. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился». Атака на Павла была связана не только с тем, что он проповедовал Иисуса. Все апостолы проповедовали Иисуса. Так в чем же была причина атаки? Он говорит, «Меня взяли на третье небо. Я видел рай. Другие апостолы не переживали подобного». Он говорит, «Я видел восхищение, вознесение». Первое фессалоникийцам — четыре. Больше никто не получил этого откровения. Никто. В Новом Завете больше никто не видел этого. Он получил семь таинств, которые перечислены в Новом Завете. Вот почему он стал целью. Из-за обилия откровений. Вот что сатана ненавидит. Откровение. Что такое откровение? Мы не говорим о книге откровения. Мы говорим о том, когда вам открывается что-то, что вы не видите. Что скрыто от ваших глаз. И тогда вы говорите, «А, я не знал этого. Господи, это случится? Это в Библии?» Вот что такое откровение. Сатана ненавидит это. Вы готовы к этому? Потому что откровение изменит вашу ситуацию. Некоторые из вас ходили в церкви, которые учили против исцеления. Вы думали, что Бог больше не исцеляет. Затем вы пришли в церковь, где увидели чудо. И что произошло? Пришло откровение. Многие из вас выросли в деноминациях, которые верили в то, что дары Духа прекратились. А потом вы оказались на служениях, где звучало слово «знание» о вас. Хоть эти люди и не могли знать этого. Знаете, что произошло? Вы получили откровение. Вот вам как минимум три причины. Я записал четыре. Да. Вот четвертая причина. Почему враг поступает так, выступая против церквей и людей? Четвертая причина. Враг нацелен на пророчества, когда они были высвобождены. Например, если вы в церкви, и муж или жена Божья под помазанием говорят, так говорит Господь, наступит день, когда многие грешники спасутся, и здание наполнится. Можете запомнить этот момент. Вскоре будет атака. Почему? Потому что враг хочет уничтожить пророчество. Вот почему Иисус молчал, стоя перед Пилатом. Помните, что там сказано? Они обвиняли его, а он не открывал своих уст. Помните, Исайи 53. «И как агнец предстригущим, так он не отверзал уст своих». Хотите знать, почему Иисус ничего не говорил? Кто хочет знать почему? Поднимите руку, и я скажу. Потому что до этого он был в Гепсиманском саду. «Ангел пришел к нему и сказал, если ты не хочешь проходить через это, отец пошлет 12 легионов ангелов». И когда Петр отрубил ухо слуге, он сказал ему, «Убери свой меч, разве ты не знаешь, что я могу призвать 12 легионов ангелов?» Библия говорит, что римский легион — это 6 тысяч. 12 легионов — это 72 тысячи. Один ангел в Библии может убить 185 тысяч человек. 12 легионов могут уничтожить 14 миллиардов. Если один ангел уничтожил так много — 14 миллиардов. И вот что происходит. Иисус знает, если они будут бить меня, плевать на меня, насмехаться надо мной, а я не хочу проходить через это, то если я открою рот, отче, пошли их. И все. И когда они били его, говоря, «Ты царь? Пророчествуй о нас!» Они насмехались над ним, плевали на него. Он пошел на крест. Он не жаловался, не просил Бога снять его. Он знал, что ему достаточно открыть уста, и он уничтожит все. У меня были моменты, когда Господь говорил мне об этом. Как-то я поехал на трехчасовое молитвенное собрание и услышал, как Господь сказал мне «Замолчи!» «Не открывай рта!» Я сказал «Боже, я имею право сказать «Нет, молчи!» Он сказал «Мне отмщение, а не тебе!» «Знаете, как тяжело иногда молчать?» Вам приходилось держать рот закрытым? «Прикуси язык!» «Прикуси язык!» Это сложнее всего делать, когда ты видишь ту картину, которую не видят другие. Ты можешь показать полную картину, которая объяснит все. Но Бог говорит «Молчи!» А после того трехчасового служения, он начал открывать мне, что случится в конце. Он сказал «Это мое дело, а не твое!» Дамы и господа, мы должны научиться разбираться с замыслами и стратегиями врага. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова